24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. Эта опасная инфекция ежегодно уносит миллионы жизней во всем мире. Россия, по данным Министерства здравоохранения, демонстрирует один из лучших показателей по снижению количества случаев заражения туберкулезом в последние годы. В минувшем, в 2020 году, заболеваемость упала, и в нашем регионе на 20%, и на 5% снизилась смертность. Тверские медики рассказали, кого и почему больше всего любит эта опасная инфекция и как от нее защититься. 80% случаев при туберкулезе поражаются легкие. Гораздо реже – органы малого таза, и крайне редко встречается костный туберкулез, который и вовсе может привести к инвалидности, так как разрушаются позвонки. Наиболее подвержены этому заболеванию определенные категории граждан, например, ВИЧ-инфицированные. Самое главное – это больные, которые имеют иммунодефицит. То есть и не только ВИЧ-инфекцию, но и в то же время, кто принимает долгие гормоны, кто находится в хронических стрессовых ситуациях. Это больные с сахарным диабетом. Специалисты рассказали, что снижение заболеваемости наблюдается благодаря профилактике. Профосмотра позволяет выявить болезнь, начать лечить и не дать распространиться. Скрининговая система осмотров показала свою эффективность. Плановое обследование помогает выявить туберкулез и у детей. В этом году количество заболевших детей до трех лет уменьшилось, а до года их и вовсе нет. Сыграла роль прививка БЦЖ. Все детишки, которые выявлены в прошлом году, они были выявлены 100% по туберкулиновым пробам. То есть профилактически только по диазкин-тесту и МАНТУ. Охват детей туберкулиновыми пробами в прошлом году был 91%. Это очень хорошо. И охват вакцинации 98%. В общей сложности детская заболеваемость туберкулезом в регионе по сравнению с прошлым годом снизилась на 12%. Заболевшие – это дети из неблагополучных семей и часто заражаются от родителей. Еще одна категория граждан, подверженная заражению – это граждане, отбывающие наказание или ожидающие суда. В исправительных учреждениях региона выявлено 27 случаев заболевания в 2020 году. Лечение подозреваемых и обвиняемых больных туберкулезом осуществляется в туберкулезно-легочном отделении в СЭС-ном изоляторе города Твери. Лечение осужденных больных туберкулезом осуществляется в лечебно-исправительном учреждении, это город Балагое. И дифференциальная диагностика и лечение сопутствующей патологии у больных туберкулезом осуществляется в инфекционных палатах филиала больницы. Это город Торжок. В следственном изоляторе в обязательном порядке в трехдневный срок находящийся под стражей граждане проходит флюорографию. Распознать в принципе туберкулез у себя пациент не может. Но человека должна насторожить постоянной температурой в районе 37-37,2 градусов, кашель с мокротой, кровавой примесью и слабость. В этом случае необходимо обследоваться, причем не только больному, но и его окружению. Также медики предупреждают, что в период пандемии коронавируса стоит быть вдвойне внимательными. Для пациента, у которого уже есть диагноз туберкулез, заражение коронавирусом ничем хорошим не закончится. Потому необходимо соблюдать правила личной гигиены и масочный режим.